Всем добрый день, дорогие мои! Рада вас приветствовать на моем канале. Так, сейчас я прибавлю... Ну что ж, мы сегодня с вами поговорим на очень важную тему. Это летняя капсула, и вы меня очень часто спрашиваете, как же сформировать ее правильно, в зависимости от своего характера, от целей в жизни, опираясь на свои личные внутренние стороны. И вот сейчас я на конкретном примере покажу вам, как это возможно сделать. И, естественно, что сразу повторю, этому возможно обучиться. Вы можете прийти на наш онлайн-клуб, и сами вы получите все навыки для того, чтобы составить подобные для себя капсулы. Но начнем мы сразу со следующего. Важная тема моей работы и в нашей школе это психология имиджа. И прежде чем составлять какие-то конкретные образы, мы с вами должны оттолкнуться от того, а что же, собственно, внутри вас, каков характер, что вы хотите транслировать в своей жизни. И в зависимости от этого строится всегда некая цветовая гамма в вашем гардеробе, которая также для нас является основополагающей. Вы знаете, я уже работаю много лет с клиентами, больше восьми лет, понимаю, что без понимания внутренних сторон человека, мужчины, женщины, абсолютно невозможно создать долгоиграющий гардероб. Если даже вы и соберете образы, то это будет буквально такой временный, знаете, экстренный осос-помощь. Но это не прослужит вам достаточно долго. И тем более, если мы говорим про формирование базового гардероба, цель которого служить вам год, два, три, четыре, пять, то есть быть основой вашего образа, да, естественно, что вы заполняете гардероб актуальными моделями, но все-таки это основа. Так вот, в этом случае это прям становится очень-очень важно, понимание себя. На моем клубе мы проводим для этого специальные ассоциативные тесты, составляем коллажную технику, применяем коучинговые практики, но сейчас в примере упрощенно. Я взяла некий образ девушки, просто рандом фотографии из интернета, для того, чтобы показать вам на примере, как это делается. Поскольку я беру фотографию, да, я не общаюсь с человеком, но я вижу физиологические параметры, я вижу позу, я вижу то, в какой ситуации находится эта девушка, я могу предположить, что это по своему характеру человек, который любит натуральные, естественные и тона, и вещи, и стремится к максимальной натуральности. Видно, да, что на ней такие природные цвета, на ней очень комфортного, именно мягкого такого фактуры одежды, мягкой фактуры одежды, и, соответственно, ее характер 100% предполагает некую классичность, некую мягкость, и при этом есть яркий акцент, и формы достаточно линейные. Это значит, что, несмотря на мягкость, ей склонна некоторая целеустремленность, понимание себя и знание своих целей. Плюс, опять-таки, ее образ достаточно, с одной стороны, прост, а с другой стороны, сложен, потому что здесь есть многослойность. Соответственно, это девушка, которая может сочетать в себе такие несочетаемые качества. Да, она, например, как я уже назвала, мягкость и целеустремленность. Многие женщины почему-то считают, что одно исключает другое. К счастью, нет, и мы можем умело это комбинировать. В целом, да, на основании этого я уже сказала ключевые слова – это натуральность, естественность. И именно поэтому я выбрала цветовую палитру, которая включает в себя максимально натуральные, естественные тона. Но поскольку в ней есть целеустремленность, желание привлечь к себе внимание за счет яркого акцента, безусловно, я добавила более яркий цвет, но здесь у нас, ходя из того палитра, который у нас есть. Таким образом, мы понимаем внутренние качества человека, и мы понимаем, что для нее удобство, комфорт также имеют одно из решающих значений. Вместе с тем, образ должен быть достаточно женственным, несмотря на линейные, лаконичные и минималистичные формы. А в связи с этим, я уже только лишь на основании вот этих внутренних качеств сделала выборку, да, селекцию в онлайн-магазинах. Это были тоже рендомно у меня выбранные магазины, начиная от Zara, Mango и заканчивая, по-моему, Violetta by Mango. То есть я разные взяла абсолютно бренды. И какие вещи я выбрала, да, для этой девушки. Обратите внимание, что я опять-таки соблюла полностью вот эту вот нашу цветовую палитру. В основе у меня лежат базовые естественные тона, и акцентом является яркий один цвет, да, такой очень красивый, оранжево-мандариновый, даже я бы сказала, очень вкусный цвет. В принципе, то же самое вы видите здесь. В качестве этого акцента я близко повторила цвет, который присутствовал здесь у нас в палитре, и дополнила еще желтым цветом, потому что почитала, что для ее характера это будет тоже один из, в принципе, понятных элементов. Мы можем, безусловно, заменить желтый цвет, но поскольку речь еще идет о летней капсуле, да, то все-таки цвета можно брать гораздо поярче, поинтереснее. Здесь можно заменить эти желтые брюки, например, молочными или песочными брюками. Работать будет ровно точно так же. Итак, в чем смысл капсула? Как я вам всегда говорю, капсула – это очень функциональная вещь. И в капсуле должны соблюстись некоторые правила. В первую очередь цветовая гармония. Она у нас здесь присутствует, потому что мы оттолкнулись от характера и от цветовой палитры, которую мы видим. Далее. Вещи должны быть максимально простыми и понятными. Но, опять же, повторюсь, что личность нашей девушки, она многогранна. И в ее характере может присутствовать многослойность. Может присутствовать вот это совмещение фактур. Что, собственно, здесь мы и видим. Не случайно я выбрала платье а-ля комбинацию, но кружевное, из плотного хлопка. И это, по-моему, Зара, кстати. То есть я не просто взяла платье ситцевое какое-то или хлопковое, однотонного цвета. Но я взяла, во-первых, цвет максимально подходящий к нашей капсуле. Плюс взяла посложнее фактуру. Остальные вещи, они также абсолютно понятные. Брюки, ну, я думаю, нет смысла комментировать. Юбка, это плотный хлопок тоже с актуальными в этом сезоне как раз валанами, да, сборками. Это опять к вопросу про то, что в базе должны присутствовать актуальные вещи. А юбка, да, а силуэта, которая также имеет плотную форму. И у нее очень красивый вот этот бант на асимметричной стороне. Он на самом деле также будет абсолютно вписываться в характер нашей девушки, как вы видите. Ну и, собственно, как я всегда говорю, в капсуле есть прекрасное правило 1 к 3. Больше правил, безусловно, и нюансов я рассказываю на нашем онлайн-клубе. Поэтому welcome, приходите. Итак, что мы здесь видим? Мы здесь видим футболку. Белый базовый вариант на лето. Это просто must-have практически в любой гардероб. Далее я взяла рубашку. Причем, обратите внимание, не голубого, не белого цвета, а такого очень вкусного цветового мандаринового оттенка, которое, опять-таки, очень хорошо впишется в наши вещи. И она из хлопка. Но этот хлопок достаточно мягкий. Это было видно по модели. И, соответственно, эта вещь прекрасно может носиться не только как рубашка, но и как второй слой. Это я вам все покажу сейчас. Далее я взяла, как уже сказала, простую, понятную блузу, которая, учитывая, допустим, необходимость выйти в офис, прекрасно подойдет. Куда же без жакета легкого, достаточно летнего варианта. Ну и в качестве аксессуаров у нас идут две модели обуви. Очень понятные, простые, опять-таки, по силуэту. Причем я специально взяла такой лаконичный минимализм для того, чтобы обувь дополнила образ, но ни в коем случае не перетягивала внимание. И сумка точно так же поддерживает наши линейные формы. Есть светлый цвет, что, опять-таки, освежит в значительной степени комбинации очки. И среди аксессуаров украшений я выбрала два вида цепочек украшения. Одна в виде кулона, другая цепочка. Ну и, собственно, более акцентные серии. Вот такой вариант у нас с вами получился по выбранным вещам, исходя из психологии имиджа нашего клиента. Да, ну, условно клиента, естественно, что это просто пример. Теперь, что мы можем с вами сделать? На самом деле здесь вещей восемь предметов. Аксессуары я сюда не включаю, потому что, ну, как бы их не так много. И это все-таки такая прям минималистичная база здесь показана. Но с помощью этих восьми вещей мы сейчас с вами составим, внимание, более двадцати образов. И почему я говорю более? Потому что вариации могут быть еще в большем количестве, чем даже то, что я вам сейчас покажу. И вообще всегда вот это вот очень хорошо работает. Минимум вещей, максимум пользы. Ну что ж, давайте разберемся. Начнем с casual образов, поскольку у нас лето, да, и это город. Обращу еще раз ваше внимание, что это вещи для города. Это не пляжный гардероб, это не отпускная капсула в чистом виде, да. Это все-таки именно такой город, возможно, южный город, но это ситисайд. Что мы здесь делаем? Мы здесь берем каждый предмет в отдельности, да, начиная от низа каждого. Это юбка, брюки. И составляем различные комбинации с этими вещами. Самое удивительное, что вы здесь видите, да, я специально комбинирую одну юбку. Вот сейчас прям вы видите, да, как курсор у меня двигается. Одну юбку с разными вариантами верха. И если бы я могла пространство меньше сделать, да, я могла вообще приложить одну юбку к этим всем вещам. И все бы они сработали. Обратите внимание, что здесь есть такой цветовой акцент. Когда мы хотим усилить внимание к верхней части нашего тела, мы более яркие оттенки всегда располагаем именно вверху. Естественно, что образ дополняется всегда аксессуарами. Если же мы хотим сделать таким монохромным, нейтральным, классическим, элегантным образом, то мы можем все это минимизировать и оставить вообще минимум украшений и монохромное сочетание цвета. Вариант первый, он действительно очень универсальный. Подойдет нам и для прогулки, и для посещения каких-то более деловых встреч. Например, даже бранч, да, полуделовой или с подругами прекрасно впишется в это сочетание. И точно так же можно легко представить первый образ, когда вы идете просто за фруктами, овощами на местный рынок. То есть это действительно универсальный, элегантный, абсолютно кэжуальный образ. Но что я вам хочу еще раз здесь акцентировать. На мастерской стиле я провожу, кстати, каждый день прямые эфиры на нашем аккаунте с различными темами. И сегодня мы говорили как раз про историю с кэжуал стилем, и он исключает небрежность. Вот, собственно, везде, где вы сейчас увидите мои образы, они будут очень минималистично, лаконично, но исключая небрежность. Ну, давайте посмотрим, что дальше. В принципе, аналогичная история в сочетании с как раз нашими юбками, вторыми, да, вторая юбка. Причем эта юбка, она хлопковая, она кэжульная, она легкая. И она действительно помогает вам составить такие уже более, скажем так, повседневные образы, неформальные. Причем обратите внимание, в качестве второго слоя я предлагаю вам здесь взять как жакет, так и рубашку. Причем рубашка носится на распашку, она может быть с закатанными рукавами три четверти, она может быть завязана узлом на таве. То есть это действительно такой очень интересный образ. Он смотрится свежо в городе, потому что исключает привычные сочетания для нас вещей. Ну и, конечно, куда же без аксессуаров. Они опять-таки здесь минималистичны. Следующее сочетание мы берем с платьем. И платье нам также позволяет здесь составить вариации от пляжного, прогулочного, да, полу такого уже действительно курортного образа до все-таки более городского. Начиная комбинировать с рубашкой, либо с жакетом. И вариант с жакетом вообще может быть очень универсален. Например, если вы отправляетесь в офис, у вас лето и у вас, ну, какие-то более-менее неформальные встречи. И вам не нужно, в принципе, соблюдать никакого дресс-кода. Вот прям идеальная история. Опять-таки здесь можно менять обувь, менять, да, слои верхние. И если у нас были бы еще какие-то предметы в гардеробе, не беря те, что мы вот определили для себя в эту капсулу, то тут вариаций было бы гораздо больше. Что очень важно, здесь понятные цветовые сочетания, нигде нет никакого переакцента, все очень лаконично и просто. Что, опять-таки, фокусирует внимание на нашем клиенте, то есть на нашей героине, на нашей девушке. Следующее сочетание, опять-таки, предназначено больше для офиса, но они точно так же с заменой обуви прекрасно вписываются и в город. Ну и не только для офиса, так можно пойти и в городе. Просто я здесь сделала разграничение для того, чтобы вы понимали, что есть вариации, например, с более такой летней обувью для города, а есть вариации с закрытой обувью, потому что закрытая обувь это все-таки элемент дресс-кода офиса в корпоративном стиле. То здесь мы с вами, конечно, выбираем именно закрытую обувь, закрытый носочек. Но датка может быть открыта. Цветовые акценты, обратите внимание, как я здесь расставила. Взяла два аналоговых цвета, да, это вот этот такой яркий насыщенный коралл и пыльная роза. Цвета аналоговые, они находятся рядом друг с другом на цветовом круге. И при этом очень вкусно сочетаются даже с желтыми, то есть контрастными брюками. То есть, дорогие мои, сотый тысячный раз повторяю, не бойтесь экспериментировать с цветом. Это всегда вкусно, интересно и свежо. Давайте посмотрим парочку образов, если мы говорим про какой-то пляж. Да, вот опять-таки, наша капсула универсальна, и вы были в городе, да, вот в этом во всем, и вдруг решили все-таки на выходные выбраться к морю. Все равно то же самое у нас с вами остается. Нам наша капсула позволяет легко трансформировать наши вещи в уже более расслабленные луки. И, собственно, вот мы с вами и получаем как раз нужную нам комбинацию. Вот такой небольшой экскурс я решила сделать в виде такого прям конкретного примера капсулы. Еще раз повторюсь, что отталкиваемся мы в составлении вашего гардероба. Не от вещей, не от трендов, не от моды, а от вашего личного внутреннего портрета. Это и есть психология имиджа. И если вы, как человек, думающий о своих перспективах, о планах, о целях, действительно намерены создать хороший, осознанный, функциональный гардероб, то, конечно же, вы должны ориентироваться именно на это. Как это сделать? Ну, безусловно, есть один способ, который я вам и предлагаю. Это прийти к нам в онлайн-клуб «Мастерская стиля». Наш клуб работает именно в режиме онлайн. Всю информацию вы можете посмотреть в инстаграм-аккаунте моем личном первом. Второй аккаунт предназначен для нашей школы. И, собственно, на сайте. На моем сайте вы также можете посмотреть всю информацию. У нас постоянно подключаются новые люди к нам в клуб. В клубе работает много бонусов, есть час стильной поддержки. Каждый день я провожу прямые эфиры, где делюсь конкретными рекомендациями. И вы можете также задавать вопросы. У нас новые сейчас будут программы по развитию нашего сообщества. Поэтому, если вам интересен осознанный, правильный, гармоничный гардероб, конечно, дорогие мои, присоединяйтесь к нам. Там я буду с радостью вас ждать. Ну и, надеюсь, вот этот урок по составлению именно летней капсулы гардероба вам был полезен. Если да, пишите в комментариях. Буду составлять другие конкретные примеры. Может быть, с разными специализациями. Может быть, вы хотите именно капсулу на пляж, на отдых. Либо более делового формата капсулу. В общем, дорогие мои, жду от вас обратной связи. Желаю прекрасного дня. И, конечно, жду вас у нас в клубе на мастерской стиля. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!